МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Торжественное открытие аллеи памяти погибших сотрудников полиции открыли в ОМВД по Ленинскому округу. Мы надеемся, что эта аллея памяти будет историческим местом и останется на долгие-долгие нашим потомкам. В одном из излюбленных мест отдыха видновчан в парке Сосинки проходит масштабная реконструкция. Вдоль действующих гаражных комплексов будет возведен декоративный забор. В историко-культурном центре состоялось торжественное открытие выставки под названием «Братских народов. Союз вековой». Вот эта выставка, эта тема, она действительно большое и знаменательное событие. 10 ноября в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел. По этому случаю в ОМВД по Ленинскому городскому округу состоялось торжественное открытие аллеи памяти погибших сотрудников. На мероприятие побывал Дмитрий Книга. В свой профессиональный праздник сотрудники полиции Ленинского городского округа собрались на торжественное открытие аллеи памяти сотрудников ОМВД. Мероприятие началось с выступления почетных гостей. Создание памятника – это дань памяти и уважения ветеранам органов внутренних дел, которые несли трудную, благородную службу по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Посвятили себе служение Отечеству, которые до последней минуты своей жизни стояли на страже закона. Пусть эта аллея памяти, этот обелиск, монумент, пусть будет не просто напоминанием молодому поколению офицерам, будущим сотрудникам органов внутренних дел, а символом всего личного состава Ленинского городского округа управления, которые и сегодня с успехом выполняют оперативные боевые служебные задачи. Инициаторами создания монумента стали члены Совета ветеранов ОМВД. Судьбы людей, которым посвящён памятник, стали частью истории нашего муниципалитета. Мы надеемся, что эта аллея памяти будет очень историческим местом и останется на долгие-долгие нашим потомкам. На памятнике изображены портреты сотрудников погибших при исполнении служебного долга – Эдуарда Кадырова и Николая Поручикова. Также на стелу нанесены имена 21 участника Великой Отечественной войны. После минуты молчания гости мероприятия возложили цветы к монументу. После открытия мемориала все переместились в актовый зал ОМВД, где сотрудников полиции поздравили с праздником и вручили грамоты и памятные подарки за доблестную службу. Я в наш профессиональный праздник еще раз хочу нас поздравить с ним, пожелать такого крепчайшего здоровья вам, близким, родным. Именно благодаря людям в погонах, посвятившим свою жизнь охране правопорядка и стоящим на страже закона, можно чувствовать себя в безопасности. Наш телеканал присоединяется к поздравлениям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В продолжение темы. История ОМВД России по Ленинскому городскому округу началась в далеком 1930 году. За это время в подразделении сложилось немало добрых традиций, а его сотрудники раскрыли десятки тысяч различных уголовных дел. Пока существует преступность, будут и те, кто с ней борется. Время стремительно летит вперед, противоправные действия становятся все более технологичными, и современная полиция готова к новым вызовам. С учетом тех преступлений, квалифицированных преступлений, которые в том числе, там, киберпреступность, IT-мошенничество и так далее, которые требуют действительно высококлассных специалистов, чтобы можно было раскрыть преступления. И те молодые кадры, которые к нам приходят с университета, МВД, мы очень на них рассчитываем, и они в наших рядах. Все эти люди пришли работать в полицию, чтобы защищать мир и покой граждан. Естественно, как и в любом коллективе, в МВД России по Ленинскому городскому округу тоже есть трудовые династии. Моя мама, Ксения Юрьевна, она возглавляла здесь такую службу, как кинолог. И она также здесь познакомилась с моим отцом, с Владимиром Пскаревым. И долгую продолжительную жизнь они здесь проработали вместе, просмотрев то, как они здесь работают. И поэтому я пошла сюда. Как в песне поется, их служба на первый взгляд как будто не видна, но для многих из них работа – это важная и большая часть жизни. А семьям приходится мириться с такой реальностью. Практически люди живут на работе. Стараемся, чтобы не обделить их своих близких. Ну и работу тоже нельзя оставить. Приходишь с утра, звонки, договариваешься с людьми, на допросы вызываешь, запросы, характеризующий материал собираешь. Ну, когда приходят люди, то проводишь происследственные действия, допросы, опознания там, очные ставки. Сами сотрудники полиции отмечают, что романтики в их работе не так уж много. Все же главное в их профессии – стремление помогать людям. Именно это качество, по мнению руководства УМВД России по Ленинскому городскому округу, является главным для полицейского. Сотрудник, который внутренне и желает самоотверженно служить в правоохранительной системе, носить погоны современного полицейского, помогать людям без опять вот какой-то романтики, но получая от этого удовлетворение внутреннее. Вот я думаю, что на сегодняшний день это вот та реальность и та современность, которая ведет к нам личный состав молодых или же тех, кто… всех тех, кто желает. С днем сотрудника органов внутренних дел. Максим Козлов, Галина Житкова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В одном из излюбленных мест отдыха видновчан, парке Сосеньки, сейчас проходит масштабная реконструкция. Как продвигаются работы и что мы увидим после их завершения, узнала наша съемочная группа. Несколько детских площадок для разных возрастных групп зоны отдыха с навесами. Множество пешеходных дорожек и тропинок и, конечно же, Сосны. Те самые, которые не первое десятилетие украшают эту территорию у Жуковского проезда. Именно так в скором времени будет выглядеть парк Сосенки, в котором с сентября проходит масштабная реконструкция. Произошло расширение данной территории за счет сноса гаражей. Вдоль действующих гаражных комплексов будет возведен декоративный забор с 3D-печатью. Будет сцена и около сцены запланировано как раз место, где мы посадим елочку. И она будет каждую новогоднюю ночь украшаться. И будут плясать дети около новогодней елочки. Кстати, в ходе благоустройства 99% деревьев парку удалось сохранить. Но после завершения всех работ Сосенки станут еще зеленее. Также планируется озеленение. Если там дальше высаживаются кусты в живую изгородь, по этой стороне у нас декоративный можжевельник, виноград, ну и так далее. Работы проводятся по губернаторской программе, финансируются средствами из областного и местного бюджетов. За ходом работ внимательно следят жители близлежащих домов и местные депутаты. Жители желали, чтобы здесь был все-таки какой-то парк именно спокойный, чтобы не было каких-то агрессивных аттракционов шумных. И поэтому несколько раз пересматривалось. Проект неоднократно переделывался. И в настоящее время уже реализуется такой, как в принципе задумывался житель. Принимают активное участие в реализации данного проекта. И если где-то они что-то видят, как строители где-то, может быть, какой-то допустили момент, ну, может быть, некачественные работы, сразу же звонят, мы общаемся. Бригадир всегда откликается на те или иные вопросы. Я думаю, что замечательно. Ему намного расширили и намного благоустроили. Ну, благоустроят в дальнейшем. Когда закончат, придете? Конечно. Ты чего ждете вообще? Что хотите, чтобы было в этом парке, как, на ваш взгляд, должно быть? Что-то современное, наверное. Учитывая то, что там на входе есть плакат, где написано... План. План, да. Я думаю, что это будет хорошее. Завершить благоустройство подрядчик обещает к концу ноября этого года. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. Ленинский городской округ посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Священнослужитель приехал в город, чтобы принять участие в записи очередного выпуска программы «Дорога к храму», которая уже несколько лет выходит на телеканале «Видное ТВ». Подробнее о визите архиепископа расскажет Юлия Погосян. Журналисты замечательные сидят, которые трудятся, пишут, чай пьют, процесс творческий, он многогранный, интересный. Чтобы познакомиться с интересным процессом работы местного телевидения, студию «Видное ТВ» посетил почетный гость архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Он благословил журналистов и одобрил то благое дело, которое вот уже много лет реализуется сотрудниками телеканала. Для нас это очень важно и ценно, потому что мы тоже придерживаемся традиционных для нашего народа ценностей и будем рады его видеть вновь и вновь, и тем более, что очередной выпуск программы, которая сегодня участвует, это великолепно, я считаю. Мы очень благодарны. Недавно формат передачи «Дорога к храму» изменился. Теперь ее авторы и ведущие сами – священнослужители видновского благочиния. Они приглашают гостей, обсуждают вопросы православной веры в условиях современного мира. Это необходимо делать, потому что, во-первых, должен звучать голос в церкви, голос верующих людей. И на самом деле очень многие люди имеют искаженное представление о церкви и о верующих. Боятся зайти в храм, боятся поговорить со священником. А священники – это не инопланетяне, это такие обычные наши современные люди. Просто они, наверное, говорят еще не только о земном, но и о вечном. Поэтому, если это будет звучать на телевидении, это будет прекрасно. От гостеприимства сотрудников телеканала Владыка остался под впечатлением. Но визит его был отмечен еще и участием в православной передаче «Дорога к храму». Очень радостно и трепетно от того, что мы сейчас возвращаемся к этим истокам. И, конечно, меня как священнослужителя, как архиерея на новоназначенной видновской земле, нашей подольской епархии, не может этот факт не радовать. Выпуск передачи «Дорога к храму» с участием архиепископа Подольского и Люберецкого «Аксия» в эфир телеканала «Видное ТВ» выйдет в понедельник, 15 ноября в 17.50. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. «Видное ТВ». В историко-культурном центре состоялось торжественное открытие выставки под названием «Братских народов. Союз вековой». На экспозиции представлены национальные костюмы народов бывших союзных республик, а ныне соседних государств коллекционера Елены Бунаковой. Праздничные и повседневные костюмы, которые носили представители республик, входивших в состав СССР, уютно разместились в выставочных залах историко-культурного центра. Все экспонаты из частной коллекции Елены Бунаковой. Мой муж работал очень много в силу своей занятости, ездил по Советскому Союзу. Ну, тогда Советскому Союзу он работал в проектной организации и ездил в командировки. Я его навещала, потому что он иногда мог очень надолго уехать. И я вот там могла привезти себе оттуда костюм. Это совсем не использовалось в качестве какого-то экспоната, а это скорее для домашней такой затейливости было. Знаете, мы могли там на день рождения нарядиться. Потом я просто поставила себе цель и начала путешествовать и добирать то, чего у меня не было. Это могла быть просто какая-то конкретная деталь, случайно мне встретившаяся на какой-то выставке. Или блошиные рынки, или антикварные магазины. Но потом в результате складывался образ. Елена Бунакова признается, что в город Видное привезла лишь часть своего собрания. Всего в ее коллекции более 300 национальных костюмов. Все, что делают наши сотрудники центра, вот это, знаете, особое отношение к истории и к культуре. Вот так как бережно они собирают то, что могут, готовят годами, готовят выставку для того, чтобы ее открыть, для того, чтобы людей наполнить прошлым, для того, чтобы его сохранить. Вот эта выставка, эта тема, она действительно большое и знаменательное событие. Мы, например, все выросли в Советском Союзе, я так думаю, почти все. И не понаслышке знаем вот эти все республики. После торжественного открытия выставки коллекционер провела небольшую экскурсию, на которой рассказала гостям интересные истории о большинстве из представленных экспонатов. Все костюмы, они невероятны по своей красоте, по своей значимости для своего народа и по своей, конечно, такой характерной особенности. Они все так хороши, что я могу просто 16 выставок провести, поставив один костюм и рассказывать про него. Помимо национальных костюмов, посетители выставки «Братских народов Союз вековой» смогут увидеть предметы быта, куклы, книги и открытки. Такое собрание национальных костюмов я не видела давно. И мы все-таки дети СССР. И очень было интересно все посмотреть, и ощутить, и потрогать. И, конечно, впечатление у меня очень большое. Я сейчас очень рада, что открыли такую выставку. Я сама педагог. Я обязательно приведу своих детей, своих внуков ознакомиться с этой чудесной выставкой, которая сегодня состоялась. Уникальная экспозиция будет работать до 19 декабря включительно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова